В то время как Медуза оказалась на полном фрифарме, да, в общем-то и Драгонайт, который поначалу терпел на легкой линии, в мидгейме стал полезным персонажем, в то время как Лансер в игру не вернулся, и мы увидели за 30 минут в Нетворд там 25 тысяч, конечно, такую Медузу было убить невозможно. Удивили Entity Gaming вчера и на групповой стадии такой уверенной игры я от них не видел, то есть это прям, прям реально проснулись сегодня и такие, опа, и произошло чудо. Тинзи Тайгерс полностью меняет свой драфт, появляется Лекан, появляется Туск на первой стадии, в Entity Gaming, Варлок и Найт Сталкер на первой стадии. Забанили Бисмастера, как можно заметить, Тайгерс решили этого героя больше противнику не отдавать. Да, но после пика Найт Сталкера очевидно, что был пик Лекантропа, да, это же ферст пик. Нет, погоди, это... Два пика было после Туска, Варлок, Найт Сталкер. Да, 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 то есть сначала Туск, потом Варлок, Найт Сталкер, потом Лекантроп, да, все верно. Ну и как мы уже обсуждали, на прошлой карте Лекантроп это очень хороший герой, сейчас его можно брать на первой стадии, и если он хорошо заходит в игру, то ты его ставишь на легкую или на мид. Если ты видишь то, что же Лекантроп как-то не очень хорошо заходит, у соперника слишком много контрпиков, слишком опасная линия на оффлейне, ты просто Лекантропа на сам оффлейн ставишь, и он там что-то пытается получить, при этом забираешь хорошего какого-нибудь керри. Появляется Виндрейнджер. Очень похоже все это на таблу, NS плюс VR. Да, я не думаю, что есть смысл вообще напоминать, что Варлок плюс Спектр это очень крутая комбинация сейчас, вот, и Спектр, в принципе, против Лекантропа может хорошо работать, но TNC начинает набирать какой-то опасный пуш Джакира, Лекантроп, сейчас еще какой-нибудь Дрэгон Найт, потом, я не знаю, на сложную линию какого-то пушера хорошего могут тоже взять, не знаю, в мид можно еще Death Profit пикнуть, тоже герой крайне популярный, и уже будет непросто. Спектр исправится с таким пиком, даже при условии, что Варлок тебе на лайне помогает Жидоу Вордом, и ты вроде бы стоишь практически на фулл фрифарме, там, за редким исключением, иногда теряя крипов. Ну, Ласт Пик есть у Entity Gaming, с другой стороны, не могут мидера хорошего выбрать еще, чтобы за сноуболиться как-то, или наоборот, чтобы как-то засухарить игру и затянуть ее для того, чтобы Спектр хорошо пофармило. Поглядим. Да, времени подумать много, не знаю, как-то в Спектр я здесь не верю, рискованно брать, реально ТНC ведь могут задавить за 20 минут. Ну, Ласт Пик можно взять Спектр, если захотят, конечно, Entity Gaming, но тогда нужно для Пингвинчика взять героя на центр. Для Пингвинчика. Вот здесь как раз Тинкер хорошо смотрится, против Ликантропа, Ласт Пиком, если ничего такого не появится у Тинси. Но тогда надо героя для Блэка выбрать сейчас, если хотят Тинкера на Ласт Пик. Эмбер Спирит. Эмбер. Неплохой вариант. Герой, которого рейтят в Европе очень сильно. OG постоянно с ним играют, да и другие команды тоже не стесняются использовать Эмбера. Заходит, как правило, хорошо. В комбинации с Варлоком должен простоять Лина. Появляется у Тинси. Думаю, что это Эмбер именно на сейфлейн. Ну, и теперь надо банить Темпларку. Тинси Тайгерс. Вот. Ну, и Блэк будет играть на Эмбере. Думаю, что примерно так произойдет. Ну да, у нас Эмбер уже чаще на легкую ходит, нежели чем мид в последних играх. По бану остается. Но антити топ-тайма не очень много, в то время как Тинси очень быстро героев выбирают почти моментом. Даже основное время не расходуют. Вот. Вчера было обсуждение. Интересно, что бы было, если бы бонус-тайм был неограничен. Сколько бы стадидрафта могла бы идти, в зависимости от команд. Могла бы ли она идти 30 минут или час? Ну, знаешь, на каких-то ответственных матчах, мне кажется, да. Потому что, ну, представь, там, команды, как правило, их мало интересуют. Интересы зрителей, комментаторов. Они играют для того, чтобы победить. Ну, если тебе нужно проверить все там дотабафы игры какого-то игрока и понять, что там забанить нужно, например, против него. Вот ты сидишь, думаешь, так, вот мы хотим на ластпик сейчас взять там Тинси Тайгерс, какого-нибудь там кэри, например, да, там, допустим, фантом лансера. Ну, допустим, да, то есть ты контролл по-насложный, взять фантом лансера. Играет ли пингвинчик или блэк на тинкере? И вот не знают. И начинают чекать дотабаф. Чекают, чекают, чекают. Хорошо, на тинкере не играет. Родственникам позвонят, спросят. Да-да-да, кто там еще против фантом лансера, может быть, хорош с мида? Не знаю, какой-нибудь нюкер там, ну, не знаю, агрессивный какой-то герой. Ну, например, Queen of Pain, да, там, играет ли там кто-то в Entity Gaming на Queen of Pain? А если захотят свапнуться, если, например, Блэк играет на Queen of Pain, а пингвинчик будет играть на Ember Spirit. Надо проверить еще все игры пингвинчика тогда, точнее, все игры Блэка. Играет ли он на Queen of Pain? И, то есть, сам понимаешь, это может занимать очень много времени. Oracle, Last Peak, TNC. Джакиро Корр. Джакиро Корр, да, на сложной линии с... А, погоди, Джакиро Корр на сложной линии с Oracle, скорее всего, потому что Oracle здесь будет крайне крутым героем против Ember, Верки и Варлока. Кстати, странно, что не забанили Oracle. Ну, не могли подумать, наверное. Не герой для бана сейчас, очень редко его будут отправлять. Но, с другой стороны, можно было бы здесь догадаться, то, что вот, когда у соперника Верка плюс Виндрейнджер, ты уже хочешь пикнуть Oracle. Верка плюс Виндрейнджер? Верка плюс Варлок, извините, пожалуйста. Спасибо, Лекс, что поправил. А тут еще Ember Spirit появляется. То есть, еще один герой, которого можно контрить. Да, хороший герой, очень круто. Так что это идеальный герой. А вообще, Oracle герой недооцененный. Его очень мало пикают, хотя потенциал у него при вот таких вот трафтах, когда есть Верка, он крайне высок. Так, полминуты остается в антите подумать, кого мы предполагали, кто может появиться на пятый пик здесь. Герой какой-то в центр. Центр. Против Лины. Да, Templarca. А, Templarca ты говорил, да. Точно, точно, точно. Templar Assassin. Ну, ждем. Полминутки осталось. Я не думаю, что как-то будут менять числа. И, конечно, можно Верку поставить, но поставить Верку Кора против Oracle уж точно будет не самым разумным решением. И тут все-таки Спектра как-то и предполагал в самом начале. Опасно, опасно играют. Энтити гейминг. Ну да, один герой из двух. Либо Спектр, либо Templarca. То Геймбер пойдет в мид. Поставить Эмбера в мид, когда там Oracle, который теоретически может с Джакира прийти в бот, это, наверное, здравая идея. Но вот пикнуть Спектру может быть не очень здравая идея. Против Ликантропа Джакира. Какой красивый. Что это за сет? Это новый сет из последнего сундука. Вау. Не из последнего, из не Immortal сундука, а вот сундука, который вышел между первым и вторым Immortal сундуком. Ну, это мощно. Я его, кстати, вывел. Я реально много задонатил. Я задонатил сначала какую-то сумму такую достаточно крупную. Мне он не выпал. Но я его все-таки в конце концов... Это, кстати, единственный сет, который мне реально понравился. из вот этого сундука с Мификой. Он реально на смерть похож, которая пришла за команду Тимити Тайгерс. У него, кстати, книжка, книжка это Некра. Ага. Такая отсылка к старым Соломид Варлокам, которые частенько Некров покупали. Смотрим. Да. Ну, по крайней мере, очень похоже на третьих Некров. Какой же он... Вау. Да, крутой, крутой сет. У него, не знаю, у него способности должны работать сильнее с таким сетом. Так так и есть, чем круче сет, тем круче работать способности. Ты не знал? Да, теперь знаю. Там не пишут в доте, но на самом деле они бьют сильнее. Да, ну, значит, у Блэка так себе будет все работать. Ну да, у него не топовый сет. Комнатка какая-то вообще. У него диффуз есть. Короче, топовый сет на Спектру это сет Хао с диффузами и красной грудью с прошлого Инта. Слушай, они идут искать. Они идут искать Блэка, и они могут найти. Блэк закупил очень много регена, но если сейчас его найдут, шардами закроют, то... Ну, хотя у них Дайгер, с другой стороны, шарды это не то. Это не работает. Блэк еще и уходит, все, смоук неудачный получился. Да, и в итоге информацию дают, что вот один парень из второй и ставит премьерную точку, где могут быть персонажи. Вот этот вард пока... Пока мне не понять, но они... Как они его знали? Почему они туда мигают? Ну, потому что смотрели демки и знают, что делают Инта Тайгерс. Это единственная причина, по которой они могут туда мигать. Круто, круто. Но в чем прикол этого варда? Пока не совсем, правда, понимаю. Вот многие команды такой вард используют, кстати. Я так до сих пор не понял, в чем смысл его, зачем он нужен. Ну, посмотрим, пойдет ли варда варда попозже. Такой вард, он использоваться может каким-нибудь баунти-хантером, для того, чтобы видеть, как курьер двигается в топ, например, и можно было бы подрезать этого самого курьера. Но вот конкретно... Как же это? Да, это жесть. Ну, это просто нереально. Подготовились, скорее всего, Entity к этому противостоянию, потому что по-другому... Только если ты знаешь, как соперник работает, как он идет, куда он стоит вард. То есть они же не видели... Ну, они же... Там смоу был, они не могли видеть. Что делали? На начальной стадии они же там проскаутили вроде как в боте, я вот не обратил внимание, заговорился. Если они никого не нашли в боте, это значит то, что соперник сам в смоуке побежал к тебе на территорию и где-то там поставил вард. И если ребята смотрели демки, они знают то, что соперник ставит тут вард. Ну, я вот правда... Я верю, что есть какой-то сакральный смысл в этом, но я еще сам не понял, для чего он нужен. Ну, благо теперь его там и нет, поэтому и... Все. Все нормально. Энтити 2. Два линия. Да, ну, короче, вот Спектр идут. Шатуу Ворда тоже сбивается, и... Да, непонятно. Оракл все так грамотно пришел. Надо будет в Спектре всегда прятаться как-то, если будут идти регены Шатуу Ворда. И аккуратненько, аккуратненько восстанавливаться. Ну, вот так вот, да. Пока крипов ты не добиваешь, стоишь, подрегенился, хотя бы наполовину Шатуу Ворда вернулся назад и снова добиваешь крипов. Надо стики купить сразу. Очень часто будет использовать способности 14-37. Это позволит заряжать стик и восстанавливать ресурсы. В боте противостояние Драгонайта и Туска с Найт Сталкером Верк, и мы уже... О, какого Драгонайта, Боже, Ликантроп, конечно. Ликантроп просто стоял на такой же линии, и... Да, немножко запутался я. Ну, герой на самом деле похожий для легкого лайна. У обоих есть Аура, которая дает хп реген, очень приятный. Вот, и... Только тут сейфлейнеру Радиант помогают, в отличие от предыдущей карты, поэтому... Не думаю, что у Ликантропа все будет так же плохо, как и у Драгонайта на предыдущей карте. Аура Класса всегда пытается найти, где там, где там Варлок, но реген, сколько нужно, он там работает. То есть, надо его сразу выбивать. Блэк уже закупился, у него еще 3 танга и фласка, но он уже купил еще 3 танга, еще фласку, еще и топорик. Ну, в общем, Блэк будет терпеть на этом лайне. И, в принципе, если он, ну, хоть какие-то слоты нафармит здесь, Тинти Тайгерс будет не так просто победить. У НТТ очень хороший драфт. Ну, такой, знаешь, если при прочих равных условиях его рассматривать. Если рассматривать, конечно, в динамике, то Рейзиан должны выигрывать вообще безоговорочно, потому что Лина выигрывает мид у Эмбера, там без шансов для Эмбера. И в топе спектра далеко не на фулл фрифарме. То есть, это 2 лайна из 3 за Тинти Тайгерс, ну, и на легкой линии. Ну, все-таки, это Ликантроп, да? Ликантроп привык терпеть. Ликантроп может вынести хорошие слоты за маленькое количество времени. Просто купил Доминатор, и тебе уже не сделать неприятно на лайне, а потом не край, и, казалось бы, все, можно пушить. Телепорт, может быть, или просто будут убегать? Можно и телепорт, но там шар, да, наверное, у Ксифера есть. Да, они... А, ну да, шар есть, окей. Так что... Ну, тогда... Просто вешает фаталки, и, да, это флюзблат для 4.37. Ну, круто, Варлока приняли, пришел неожиданно тусик. На центре у Эмбера пока трудности возникают, неудивительно. Лина уровень 5, Эмбер только 4. Выбили две фласки буквально за полторы минуты у пингвинчика, и Реген уходит просто моментом. Стоять здесь невыносимо трудно. Приходится вот так вот под тавером как-то фармить. Хотя я думаю, что в один момент и под него начнет дайвить с лагуной. Уже подавно это будет происходить. Так, скан на Ликана. Ночь через 5 секунд, и, в принципе, я вижу смысл сейчас просто пойти под тавер, этого Ликана попытаться убить, где Виндрейнджер, рядом, поваршот в 2. Да, можно попытаться вот так вот просто замедлить сейчас еще раз. Там параллельно убивают Эмбера, ну и полетел, ой, ошибка. Но телепорт, телепорт в рюкзаке. Его это уже есть. Это вряд ли уйдет в 458-м. Ну, он очень много времени выигрывает. Правда, крипов не фармить в это время. Наконец-таки мы видим телепорт, но поздновато, как-то вот прям, знаешь, прям поздно. Он как будто издевается. Но зато убивает, ноя. Да, третий левел уже, четвертый левел Оракл. Четвертый левел на пятой минуте. Сейчас вкачает, наверное, на второй спелсипе. Обычно именно так раскачивают Оракла. Ну, оставили Спектр в покое. Топ. Но зато Варлока душат. Но, да, Спектр фармит. Не так, конечно, идеально, как мы вот видели на Европе вчера, но сойдет. До конца Варлокс, таки тут еще один Шетворд, Оракл-то здесь нет, поэтому сейчас Блэк должен ласкидить бы, не получается. Ну, хотя бы Экспу получает. За много денег же Джокеру дали. То есть за Варлокс 91, за Джокеру 310. Ну, неудивительно, он тут достаточно дорогой. Аквилу себе уже купил, уровень 3. Там, смотрю, погоня за Оракл. Наконец-таки его должны наказать. Можно себя дать Спейседзик как-то, либо там на Верк, но ничего не делают. Снова Имбирь. Погибает, затайвил. Тут затайвил Алином. С лагуной урона волшебства. Трудно, трудно. Тут было понятно, что Имбирь проиграет. Еще что ли? Ох, Шекл на развороте Варлок. Может быть, это ошибка. Крутые поталки, хороший размин для Дайер. Да, сойдет. Слушай, Верка очень много. 602 золота. Чего? Что это за цифры на 6-й минуте вообще? Очень много, очень много. Верка сейчас Сиркана купит просто или Фейзер. Фейзер, наверное, кипитное. Ну, там, мы видели разных потенциально. Приятненько. Фейзер, рейндропы, смоки, телепорт. Нормально. Нормально. Еще и задача осталась там легкая. 15 золота. Тусик. Нет, не ставь. Не надо. Хотя, наверное, не нужно было. Там непонятно было бы, да, если бы Ксифер поставил Абсервер. Он что-то подошел, посмотрел, вдруг, МЧ-ты какие-то установленные, раз они заметили. И решил, что лучше этот Абсервер Вард куда-то в другое место поставить. Попытка забрать Блэка. Блэк-то на самом деле голый. Вот он вроде 19 крипов добил, он купил себе еще потом Регена, потратил на это деньги и больше фармить ему не позволяют здесь. Грамотно, кстати, Блэк стрейфится там в лесу, получает экспу за крипов, за катапульту, которую добивает вышка. Ну, Энтити, конечно, очень в тяжелую ситуацию попадает. Ликантропу уже пофиг. То, что в боте там его кто-то зонить пытается. Его один раз убили, ну а что толку? У него пассивка в 2, это плюс 3 хапоригена. Есть аура от Хедрески. Стики, да, летят грейженые. Грейженые стики. Некларити. Да, и башня на топе упала уже. Джакера 3, Ликвидфайр. Встреча сейчас будет Варлока и Туска. Может быть, даже Туска попытаются, ребята, здесь убить. Есть Телефор, да, попытаются убить, но шарда очень хорошая. Туска начинает Варлока пробивать. Здесь еще Оркал, моментально сбивает Шедоуорда, это Барифанал Флеймс и делает убийство. А тут атака на Лину, Шекал, выигрывает 0,75 секунды, но этого хватает. Этого хватает, чтобы Лина догорела. Ну, честно говоря, Амия Дрим как-то подруинивает тут, что на первой карте он не очень хорошо Тинкером отстоял против Медузы, хотя мне кажется, что такой матчап Тинкер должен плюс-минус нормально как минимум не проигрывать. Как минимум не... Ну, то есть, ты можешь там, ну, может и 5 крипов проиграть. Ну, знаешь, ну, бывает. Ну, там, Мисс с лоу граунда на хай граунд прокнул, может быть, Медуза какую-то руну подобрала хорошую, там, толкнула линию и повезло, там, рун регенерации или там ДД заспавнилась. Такое бывает. Ты можешь проиграть 5, ну, может быть, 7 крипов, но когда ты в 2 раза по Нетворцу проигрываешь, это, конечно, дикость какая-то, там, на 8-ой, в минуте такого быть естественно не должно. И в этой игре он тоже, Лины, как-то слишком часто умирает. Выживает Ликантроп, что самое забавное, активирует Шрайн, за ним бегут дальше. Ну, ему уже хватит здоровья. И еще и Варлока забрали. Ну, хоть Амью Дрим допускает иногда такие неприятные, грубые ошибки, но, тем не менее, Лины, он своей мид выиграл, и это видно невооруженным взглядом. 4300 Нетворс против 2500 Пингвинчика, которая телепортируется на базу, восполняет Ботл и сейчас вернется на Ремнант. Удобно. Руна ускорения, трудно сейчас ее будет как-то зацепить, да и надо быть поаккуратнее Пингвинчику. Рядом тут Орак, Латуск, может быть Сноубол. А Ремнанты-то в кулдауне, а Ремнантов-то нет. Куда-то он их всех дел. Не знаю, куда. Да, куда-то делал. Ну, Гангл, вот в Бот приходил, Ремнанты тратил, сейчас телепортировался на базу. Вот такая вот встреча. Виндран нажимает прямо сейчас. И Шеклграм от Виндран не нажимает сразу, ждет Фортур Сэн только после этого. Но при этом спасет ли это Ноя, вопрос хороший. Есть задувочка и Орак получает еще одно убийство. 5-1-0. Вау. А у Орак, кстати, вот такой герой, который, как правило, фраги собирает. Это обычно не идет ему на пользу, но в этой игре, думаю, что... Но он пустой, на самом деле, несмотря на количество фрагов. Какие-то быстрые арканы. Ну да, кстати, и он реально много фрагов забирает, но при этом у него, кроме тапок и Виндлейса, вообще ничего не... Ну, ладно, стики грейшные. Ну да, по нему, что у Варлока меньше статов, поэтому... На 10-й минуте грейшные стики. Это, честно говоря, такси-достижение для саппорта. Вот Арканы, да, это круто. Убивают Хестиджи Ротана. Есть хаунд. Блэк не хочет его нажимать. Не хочет, да. Тут Джакира слишком сложно убить. Но Каза чины нужны от Вагуна. И как-то страшно до Ичины в кулдауне. А на один удар остался Эмбер, поэтому пытается просто убежать. Попадает в танк. Будет сноубол. Ну, даже сноубол не требуется. Хватает. Неужто Спектр оказался пик пока ошибочный? Конечно, конечно, плохой. Тут надо было Эмбера ставить на легкую, пытаться как-то терпеть и брать мидера хорошего. То есть ты берешь Спектр, ты автоматически проигрываешь два лайна из трех и получается вот, ну, собственно, то, что получается. Два проигранных лайна это чересчур в современной доте. Когда еще и у вражеского Кэри есть что-то. Если у вражеского Кэри вообще ни черта нет, тогда два проигранных лайна, ну, может быть, еще как-то можно зарекаверить, но здесь и у Ликантропа слишком много. Не знаю. Я не верю. Не верю уже в победу. Энтити. Будем, конечно, смотреть. Очень сильные ультимейты. У Дайер это ульт Варлока и Хаунд. Там какие-то ранние артефакты от Блэка, возможно, мы увидим. Может быть, там что-то типа ПТ плюс урна или там ПТ плюс Худ оф Дефайн плюс Блэйд Мэйл и это позволит как-то переворачивать ситуацию. Телепортируется на базу Джакира. Джакира. Не повезло еще чей-нами. Да, не попадая чей-нами. Вся команда стянулась сюда и вот результат. Джакира просто... Он увидел Даркнесс. Может быть, Даркнессом вспугнули. Надо было его нажимать в последний момент. Потому что он увидел, он понимает, что на карте пусто. Быстрый телепорт. Просто два раза нажал на ТП и улетел. Отличная работа. Сыграна круто. Лина. Юл фармит. Джакира также фармит. Юл. Ликан. Ну, книжка, понятно. После Доминатора. Ну да, Доминатор книжка. Все логично. На центр, что ли, атака. Эмпер спугался. Ремна сразу же использует, уходит. Эффект сноубола только сейчас заканчивается на нем. Так, перефарм просто какой-то нереальный. 5000 за 11 минут полных. И ребята уже готовы в лес идти, искать там спектру, который там пытается перефармить либо там же Найт Сталкера. И Найт Сталкера, кстати говоря, по-моему, находит Найт Сталкер. Он под Тауэром прям стоит. Да, видит его. 14-37. Да надо просто по мид сломать, мне кажется, Рейден там давить куда-то в лес, пытаться кого-то найти нецелесообразно. Есть Джакира с четвертым Ликвид Файром. Есть Лина с большим рейджем атаке. Найт Сталкер Раншалл сам проблемы. Хотя, ребята, здесь подраться. Но Шекл есть. Тусика закрывают. Джакира дает айс пас. Сноубол. Вот таки улетает. Видимо, Шекл только первого уровня. Да, так он и есть. Но, слушай, Чайны есть. Он Джакира под ускорением. Получает еще и Феллспромис придачу и все. Как я понимаю, команда тут особо драться не ходит. Нет, есть Лина. Лина пришла, дает задувку, но сразу же уходится. Ликан просто снизу кушит. Игнорирует эту драку. Да и, в принципе, назвать этой дракой нельзя. Погиб только Туск. Что, в общем-то, для Тиннси Тайгерс вообще не проблема отдать этого Туску. Ну, да, да, да. Энтити, конечно, хоть какой-то враг сделали, но они для этого потратили ульт Варлока. Так что это так себе достижение. Убить Туска и получить только какое-то количество денег за ультимейт. 400 долларов на команду, наверное, получили. Но это очень мало. Это вообще ничто. Согласен. Такой вот план у Блэка. Это Блэдмейл и Радиенс. Даже без Худа Спектра делает Блэдмейл. Это не самая, мне кажется, лучшая идея. Лучше Худ купить. Но у Блэка настолько мало денег, что он не может себе позволить Худ. О, работяга. Надо ждать шарды. Шарды хорошие. Ну и панч в фортерсэнд. До свидания. До свидания. Так, еще хотят. Еще хотят убивать. Тут собака побежала. Блэк, Даггер, Кентавер Старн мимо. Ошибка. Так бы можно было Блэка принимать. Под этот Старн за 20 секунды, я думаю, его бы загрызли. В комбинации с фортерсэндом он бы просто не ушел. Так, Туск. Готов и Эмбера принимать. Мы видим, такой стоит вард агрессивный. Уже достаточно долго не смогли его найти энтити. Да и здесь должны быть варды. Он туда стоит опс. Но Спектр пока очень аккуратно фармит, не подставляется. На топе Недсталкер. Интересно, что они пытаются здесь помочь. Но, видимо, драться и не хотят энтити. Драться нечем, голема нет. Да, им бы, конечно, потерпеть еще минутку. Ну, а Тинтитаггерс они тоже все-таки не ищут драки постоянно. Фармят. Фармят при этом очень много. 15-ая минута не за горами. Скоро появятся баунти-руны, которые нужно обязательно проконтролировать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нихао. Дабл дэмэдж у Лина. Дабл дэмэдж. Стан просто... Без юлоп причем даже. Анидрим был уверен. Ночь на дворе он просто стан дал. Знал, что Эмбер пойдет вперед на опережение. Это минус-то два. Это минус-то два. Очень легко, очень быстро. Может быть, минус-то два снизу. Да, слушай, две башни падают. Да. И уже преимущество 8 тысяч. За 15 минут отличный шар. Дэш, шокл-шот нет. Очень линии. Просто наплевать, она не реагирует на эту верку. Просто продолжает бить на Эйцетаггерс. А, Блэка, конечно. Спектру. И Спектра погибает. Ну что? Ребят, как там Спектр плюс Эмбер? У вас на 15-й хайгра что там по-тонке? А, Спектр К. Выходите уже в Лейт со Спектрой. На 16-й минуте, да? Да, да, да. Да, тяжело. Минус-мид. Пошел голем, но Волк делает свою задачу. Есть на бол, отлично сыграна. Джакиро, правда, манной 0. Пол спромис на Лину. Лина сейчас воюет на развороте. Хаундблэк пытается просто пробить. И сейчас Лина в данный момент погибает. Нужно что-то сделать с ней. Но все, да, Лина погибает. Солнышко горит. Лина в таверне. Фейтси Дикт на Эмбере. Есть хорошие чайные фото-банды. Очень сочно висят. И обхивал. Какой же кисель, то крутой от Варлака. Нужно его быстрее убить. Наконец-таки Варлака убивает. Тут к последней моменту ходит Сноубол. Надо побить бы еще Эмбера. Эмбер, Эмбер, Эмбер. Остается абсолютно без маны. Можно убить и Эмберя. Эмберь страдает от волков. Погибает. И Оракл до конца живет. Но впоследствии, конечно, погибнет. Но задача выполнена. Задача выполнена. Забрали мид. Но окей. Сделали минус 4. Спектр выжил. Блэк много денег сейчас поднимает. Не спорю. Ну а толку? Он даже на Блэйд Мэйл не нафармил после этого тимфайта. 1900... Блэйл почти нафармил. Почти, да. Почти есть. Блэйд Мэйл получил. Тут Варл, конечно, много денег поднял. Он банды дал крутые. Очень крутые банды. Очень круто. Плохо. Тут Блэку бы побольше золота. Отдай деньги. Отдай. Тут камбэкать... Ну я по-прежнему, конечно же, в камбэк дайр не верю. Но если будут по максимуму, скажем так, протекать события, выгодные энтити, да? То есть там какие-то дабл демеджи перед драками спавнятся. Я не знаю. Там мисснет станом Лина. Все скиллы сбросят. Воракла убьют. По-разному может сложиться и ситуация. Но в целом, если игра будет проходить так же, как она проходила на этой карте, если резко Тинси Теггерс не перестанут играть в доту, я не знаю, значит, какую-то ерунду делать, то эта игра, скорее всего, достанется именно им. Пенгинчиком пытаются цепить. Не знаю, пока или нет. Валетел. Валетел, да. После Юл очень легко улететь. Тоже Блэйд Мэйл будет делать пенгинчик. Массовые Блэйд Мэйлы только спасут здесь команду Дайр от сокрушительного поражения в тимфайте. Тут уже почти есть БМ, но Блэйк пока не торопится его покупать. Копит. Надеется, что соперник даст ему дофармить Рейденс, но в этом я сильно сомневаюсь. Сейчас нет Голема. Тинси и Тайгерс должны либо Рошана забрать, либо пойти на хайграунд. И, кстати, желательно сделать и то, и другое, но Голем, наверное, появится к тому моменту, когда 458-й вместе со своими комрадами разберутся с Рошаном и подойдут к ХГ. Да и, по сути, не громко подождать еще новых. Вот Блэйд Мэйл. Блэйд Мэйл, да, покупает. Спектр понимает, что драка будет сейчас и просто ходить с 2500 денег. Ну, как-то немножко глупо будет. Даже если Блэйку удастся нафармить на Сакрад Рейлик, что этот Сакрад Рейлик ему даст? Просто голый дэмэдж, который в тимфайте вообще никак не будет решать. Его, скорее всего, убьют, вторую линию скушат. А с Блэйд Мэйлом он хотя бы потерется может быть нормально. Это правильное решение. Жив, есть ноутбол, Джокер отдает весь прокаст Лагуна Блэйд и должно быть кассажиротом. Выбивает Айгис правда достаточно быстро. Погибает также Туск. Джокера есть Айспас и нужно в последний момент успеть его дать, но Айспас даже не требуется. Абхивил от Варлока никто его пока не сбивает. Убивают очень быстро голема. Спектр получает Юл, получает Айспас, нажимает Блэйд Мэйл, всем наплевать на него, просто все бьют руками. Выбивает Спектру. Оракл даже не использовал ультимейт. Настолько все... Ну, не то, что просто, но под контролем было за тиграми. Все ультимейты в КД у Энтити. Ну, кроме Хаунта, который мало что дает, когда у Спектра нет артефактов. И Радиент просто заходит на хайграунд, разбираются с рейнджовым бараком по центру. Вполне вероятно, что перетянутся в топ. Вот насколько же хорош вот этот был Ласпик Варлока. Просто идеальный герой. Просто идеально. Все контрит. Оракл, ты имеешь в виду? А я что сказал? Ласпик от Скал Варлока, я так думаю. Да, да. Ласпик Оракл, конечно же. Надо пойти кофейку, наверное, выпить. На Энтити надо, мне кажется, двойную порцию кофейку выпить, потому что им требуется еще большая сосредоточенность, чем мне в этой игре. Все-таки парни играют за выход в финал лузеров, где не поборются. Может, ты тоже комментируешь за выход на финал лузеров и за выход на Инт? Кто его знает? Да, здесь интересно, кто знает. Друг сейчас за тобой следит председатель. Ну, я стараюсь. Из аптек сил. Только название героев путаю немножко. Уже четвертый раз подряд. Ну, хорошо, что у меня есть Лекс, который меня поправляет всегда. Да, да, я. Потому что, повторюсь, древняя самурайская мудрость гласит, что ошибка вовремя исправлена, ошибкой не считается. Опять попытка забрать имбир спирита. Отличный. Хорошо ченит станы, но есть трем. Тут два героя, по факту, только избил. Остальные все стояли в стороне и смотрели, как избивают бедного имбиря. Но имбирь на базе падает уже Т-3. Снизу Лина, Хауль, есть Юл, Найт Сталкер, есть Танат Лины, что там по Испасу пошло Испас, Хаунд. Сразу же Лина получает ультимейт от Оракла. Моментально ребята отходят чуть назад. Чуть назад уйти, дождаться, пока Хаунд закончится. Может быть, Оракл поспешил, но боялся, что Лина погибнет. Зацепили спектру, Блэйдмейл нажимает Блэйк, но по-моему, всем снова на это наплевать, что он нажал, Блэйдмейл не нажал. Слишком много героев бьет и дэмэдж от Блэйдмейла распределяется по всем сразу, а в таком случае Блэйдмейл не так много импакта дает. Вот если тебе один персонаж пытается убить, тогда да, тогда другой разговор. Мало ХП у Лины и ребята пока отходят назад. Ну там в топе очень много фарма. Вообще, по-хорошему, здесь, наверное, Ликантроп, а там может Кираску будет ли начинать делать уже. Хотя ему тоже, конечно, БКБ лучше взять в этой игре. Да, БКБ это противок, который просто решит все проблемы. Абсолютно. Что можно было просто заходить и драться, и забирать Тавара. Так, у Тавара 2900. Киак. Найт Сталкер. Дратути. Пытать. Как-то Варлок помочь. Понятное дело, что... Голема тратить нельзя. Берет Тускталант на золото. Опыта у него достаточно. Сейчас еще и золотишко полетит. Купил Солару, дальше Блинк. И тогда уж точно будет лучший сейвер на планете. Лина невидимости. Ну а тут, тут в центре стоит. Но при этом сейчас Лина выйдет, понятное дело, сюда, сюда, сюда. Это все будет незаметно. Да и при том про это в центре прекрасно Лина знает. Ребята это видели. Но Лина выходит с невидимости. И просто будет заход по миду. Хаунты еще нет 43 секунды. Не по миду, по боту, конечно. По миду заходить не нужно. Теперь Лина в Шадоу Блайде. Очень много ставит ребята вардов в центре. Спектр опасно. Очень глубоко сходит Блэк. Нужно быть аккуратнее. Этот фарм не стоит того. Джакира с двойным уроном. Мы еще переключимся на байбеке, чтобы понимать ситуацию вообще. Тут катапульту Ликана. Очень ребята так аккуратно заходят, как будто хотят по двум сторонам. Есть атака на Джакиро. Тусик будет как-то сейвить, но болта имеется. Они разводят. Это разводка. Такая классическая, старого образца. Там горем и что-то кидает банды, а у вас парни бараки падают. Так они еще и Джакиро убить не могут. Джакиро жив. А вот теперь не жив, а теперь снова жив. Все, Джакиро под контролем. Он не погибнет, у него фулл хп. А бараки упали. Ах, развели. 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 И можно еще и подраться. Найт Сталкер пошел сноубол. Лина будет ли станет? Лина пока стоит в стороне, боится идти на передовую. Отличный шар, но как-то почему-то Лина просто не хочет. Ну дай ты стан, дружище. Помоги. Последняя третья линия остается у команды Энтити. Сейчас доделает свой Black King Bar Амью Дрим и будут пытаться Тинси Тайгер заканчивать эту карту. И сводить все к третьей. 19 тысяч преимущества. Было бы странно, если бы они еще решили пофармить. Слишком много всего. Лины БКБ уже положено. Вот уже летит Black King Bar. И Кирасова все-таки лекан себе куда. Да, шейп-шифт. Ну, Кирасова, кстати, лучше дофармиться. Убивают Ноя в очередной раз. А там не только Ноя. Там походу драка началась. Энтити вышли только, знаешь, в последний бой. Ну, хоть кого-то. У Джакира у него там Юл, у него там Пайп, тут еще и Сноубол. Подходит сюда Oracle. Oracle уже с ультимейтом успеет летать. Да, Oracle должен успеть. Oracle должен успеть. И Oracle дает ультимейт. Джакира воюет до конца. Надо его подрегенить, иначе он просто погибнет. И да, его контролирует. И он живет. Он его контролирует. Выживает Джакира. Убивает Спектру. Выкупает за Туск. Погибает. И Night Stalker. Но, по-моему, это уже такая была битва, знаешь. Просто, ребят, давайте пойдем. Ну, пойдем. Ну, ждать соперника на хайграунде бессмысленно. Он дойдет и сломает, как бы ты ни старался. А вот пытаться как-то выйти, Хотя бы какие-то два минуса на саппорта сделать. Хотя бы саппортов убить. Развести соперника на какой-то, может, ульт. Может, ВКБ заставить Лину поражать. Ну, хоть что-то сделать надо было. Думали. Энтити гейминг. Да, в любом случае, что здесь они програли. Тайгерс бы заланили Оракла Версус Варлока. А Варлок со Спектрой. И вы понимаете, как это работает. Соответственно, Спектра не оформил. Спектр терпел всю игру. Ну, и впоследствии купил Блэдмейл, от которого толку здесь особо не было.